До сих пор особый режим по высокому уровню заболеваемости не снят. Еженедельный оперативный штаб, состоящий из медицинских аптечных работников, а также специалистов Роспотребнадзора, подводит итоги, разрабатывает планы по стабилизации обстановки. Две трети больных с гриппом идут. Это H1N1-9, это так называемый в народе свиной грипп. И у нас есть сезонный грипп уже, H1N1 сезонный, будем так говорить. И грипп выявляется, но в основном сегодня у нас H1N1-09. Застекший период тяжелых случаев на территории округа зафиксировано не было. Больные из групп риска сразу направлялись в инфекционную больницу Нижнего Тагила. Основной удар пришелся на педиатрическую службу. Чтобы обслужить всех маленьких пациентов, приходилось снимать с основной работы узких специалистов и направлять их на участки. Сейчас обстановка по ОРВИ становится спокойнее. В сравнении с прошлой неделей, вот вчера докладывалось у главы администрации информации Роспотребнадзором, идет снижение на 20%. То есть я думаю, что мы пиковую заболеваемость уже пережили по ОРЗ, по гриппу, по заболеваемости. Сейчас мы будем только получать остаточное явление. У нас сохраняется на сегодняшний день заболеваемость с пневмониями. Она достаточно высокая, и этим обеспокоен Роспотребнадзор, управление Роспотребнадзором по Свердловской области, территорию слушалось в Министерстве здравоохранения. И у нас достаточно большое количество людей. Поэтому я пользуюсь случаем, обращаясь ко всем жителям Верхнадзорского городского округа, о том, что если есть какие-то проявления пневмонии, то есть высокая температура, кашель, заложенность в груди, то необходимо немедленно вызывать врача. Именно пневмония, которая фиксируется в последнее время столь часто, является основным осложнением от перенесенных на ногах вирусных инфекций. А с учетом, что пик заболеваемости населения города пришелся на 10-20 числа февраля, расслабляться пока рано.